Всем привет! Играем в Безумного Макса. Да, в предыдущей серии мы отправлялись на поиски провизии для красноглазки. Искали мы ее в дюнах. Здесь написано, что дюны выглядят ничем не примечательно. Пустыня как пустыня. Но поговорили, что там скрывается нечто легендарное. Но может то, что было легендарно, мы уже нашли этот тайник. Это засыпанная церковь. Мы туда спустились и сами наелись. И доставили красноглазки для ее долгого путешествия. Так как она строит корабль на колесах. Почему на колесах пустыни нет воды. Океаны все высохли, моря и океаны. Поэтому насмекнуло, что это шанс на выживание. Такой корабль построить. Тем более она хорошо в этом разбирается. И своих учеников этих ребят тоже обучала и обучает. Потому что они мастера на все руки. Левую машину сделают, изобретут. То есть они глупые. Не последние люди здесь. Как раз таки здесь в основном и лом собирают для чего-то. То есть это шанс на выживание. Если есть машины, то намного проще здесь добывать лом. Укрытие какое-то. Учитывая, что здесь правит шлем. Везде тут у него свои люди. Половину пустыни мы у него отвоевали. Осталось еще половину. Но это не значит, что они не могут перемещаться через пасть. Никто не охраняет эту пасть. Я думаю, что они могут и шпионить, и осматривают. Как тут обстоят дела. Странно, что в течение этого времени нам не показали, что шлем смекнул. Какой-то тут воин дороги. Помог сначала джиту, потом брюхорезу. Собирает лом. Гоняет на какой-то шикарной теперь уже тачке. Все машины, все патрули, все конвои. Он взорвал, захватил. И не осталось ни одного лагеря на этой территории, например. И уже ближе к грыжавой гнили. Здесь для Красноглазка у нас правит. Он же тут расчистил три региона. По-любому хотел бы его приструнить. Какой-нибудь план разработал. Как его подставить, кого-нибудь можно даже подкупить. Того же брюхореза, кто с ним дела ведет. Но он бы, наверное, захотел что-то сделать. Он бы не смог спокойно на это все не смотреть, но слышат, слухи его передают. Как он не взорвался от злости еще. Ну, значит, он, видимо, ждет его специально. Может, он Гастау накрепляет. Ждет его, когда он приедет, потому что он уже понял, раз он такими темпами захватывает пустыню, не захватывает, а наоборот, освобождает, да? Подгнет члена. То рано или поздно нужно его ждать у себя в доме. В Гастауне. Какое он на задание там? Слышал, под зюнами обитает красноглазое чудовище. Не уверена, что кого-то смоет гигантской волной. Да, у нас здесь есть какие-то биографии. Вот, например, «Ночной щит». Новый вид врага. С таким мы столкнулись, когда выполняли задание «Надежда». Она нам подсказала какой-то тайник. Задание называется «Добраться до северных туннелей». И там как раз была заподнял вот этих красноглазых. Описано «Ночной щит». Эхо, что разносится в темных глубинах, это звуки ударов, которыми кто-то пытается пробить оборону «Ночного щита». А последующий крик вылетает изо рта жертвы, сбитые на землю и выпотрошенные топором. Когда мы выполнили это задание, там был вот этот нагретающий звук, что толпа несется просто к Максу из всех тоннелей, наверное, северных тоннелей. И он сказал, что нужно уносить ноги. Ну, было немножко жутко, но я знаю, что эта игра не страшная. Побежала быстрее и быстрее. Но, может быть, если мы там задержались, они бы нас догнали. Я так понимаю, что, возможно, там было столько этих красноглазых, что мы бы не справились. Рассчитывали, что нужно сразу оттуда бегать. Может, кто там задерживался, не знаю. И я не проверяла. «Клоняйтесь и бейте их в спину». Не идите в любую атаку с голыми руками. Гораздо проще разбить щит с шипами, холодным оружием или кастетом. Пока у противника есть щит, атаковать его заточкой бесполезно. Но у нас есть прокачанный этот контрудар. Он пробивает щит. И у таких тоже щиты пробивает. Ночной ящик. В принципе, то же самое. Бывшая шахта, на которой натянули кусок старого брезента и превратили в большой аппарат для сбора росы. А вот про него нам сказали. Мы должны его захватить, но у нас его еще нет. Встройство находится под владением лагеря Бичтирана. А мы же захватили уже этот лагерь. Так, сквертельная гонка. Все толпа летит за презом, ну а ты скорее катись там за старым перекрестком. Выбор просто зашибись. Опять тут все с рифмой нужно читать. Ржавая книль, регион. Так, еще мы с многими... Фиак Резак. Шумный, грязный и вонючий. Он возглавляет Бичтирана. Мы с ним уже разобрались. Вот у нас еще и знаки вопроса, с кем мы еще не встретились. Вот он, член Мострус. Военначальник. Самопровозглашенный защитник Гасталу. Он сам себя провозгласил. Сказал, что я... Военначальник. Все тут. Наверное, скорее всего, он самый сильный был. Всем навалял. И все его зауважали. Потому что эти придурки его прихвостят. Все его уважают. Он, наверное, беспощадный, безжалостный. Раз такого лидера они хотели. И как они видят, таким должен быть лидер. Так, ну это вот черепа, которые мы собрали с конвоев. Да? Тупик. Это переболочный пункт. Сорок. Почему-то постоянно появляется то, что я уже посмотрела. Какие у нас планы? Так, задание-то какое у нас? Такого нету задания. Красноглазки таскать лом. Давайте займемся тем, что, может, красноглазку порадуем проектами. Пособираем лом заодно. Так, что у нас здесь на карте? Так. Лом здесь мы были. Клон. Я сейчас ищу, где проекта. Остальное мне пока не интересует. Ящик с ломом. Смертельная гонка с барлоном. Ящик с ломом. Так. Сейчас я перемещаюсь. Куда я перемещаюсь? Активирую последнее высокогорье. Это последний регион. Да. Нам нужно переместиться поближе. Сейчас к пункту разведки доедем. Посмотрим, что у нас там. Там наверняка есть еще какие-то проекты не собраны. Дальше уже гаста у нас ждет. Все. Последняя серия. Ну и не знаю. Я, скорее всего, вам не буду показывать до нуля. Приведу в порядок пустыню уровень угрозы. Что получить там? Что-то нам нужно получить. Поехали сюда. Одинаково можно было, конечно, отсюда. И там у нас информатор поблизости. В гараже у нас 1000 лома. Здесь все по 1400. Вот. Кстати, как нам амисси-вождь? Хочешь на 8-цилиндровый, там нужно мисси-вождь. Так, конечно, хотелось бы посмотреть на шедевр из 8-цилиндров. Ну, специально опять какие-нибудь муторные задания выполнить вообще? Я замучил еще в прошлый раз. Да выполнять вот эти вот задания. Собирать лом, потом обезвреживать минные поля, конвои. Я не все вам показывала. Что-то показывал, что-то не показывал. Ну, в том, что уже это все есть в записи, это все посмотрели и не хочется. Это первоначальная краска? По-моему, да. Да, ржавая. Черная. Серебристая. Мне больше нравятся черные и серебристые сейчас пока что. Может даже на черный покатать. Ну, ладно, тогда копим. Раз не на что нам тратить пока. Копим так. Лом. Там этой красноглазки надо еще натаскать. Нет, мы ей уже все притащили. Больше не нужно лома. Столько проекта. А парашю ферму я не установила. Ну, ладно уж. Проверим. Эту силу нашу, богатырскую. Я же ему подвеску или что я там прокачала? Прокачала же. Решетка-убийца. Решетка-убийца. Повышает ударную силу на 100%. Снижает урон. И снижает урон от тарана на 30%. Я проверила. Ты не сможешь обойти решетку-убийцу. Ты обречен. Что-то у меня давно не занималась тем, что... Как так? Да, мне хотелось сделать такой вот взрывчик. Мне не хотелось, конечно, грампун тратить на них. Поэтому решила с дробовика прострелить им шины. Хотя, люблю эти взрывы. Мне они очень нравятся. Они мне поднимают настроение в игре. Вообще, я уже говорила, что я люблю гранаты, бомбы. И пользуюсь всем, что может взорвать что-то. Ты говорила в Watch Dogs. Это я говорила. В Call of Duty я не помню. Взорвала я там что-то. А, да-да-да-да. Там, по-моему, есть какие-то там... Как так получилось, что наши пути пересеклись? А, ребят? И что? Как так получается? Блин. Я же прострелила баг. Разве нет? Нет. Вот он. Он находится с этой стороны. А с той стороны я тоже баг прострелила, но почему-то она взорваться не захотела. Так, погодь. Ну ладно. Сейчас с вами нужно разобраться сначала. Закрылась, что надо закрываться. Всё, думаю, об этом грузовике. Мысли где-то не с вами, ребятня. Ну, в смысле не с вами, а в смысле не с этими болванами, прихвостнями. Им нужно морду бить, а я думала грузовики. Нет, так всё равно нужно добивать, пока полностью не разрушим защиту. Что здесь есть для нас? Вот эту машину бы нам, вот с этим вот горючим, где выхлопная труба. Я, наверное, не удержусь, хочу отогнать эту тачку. Но я перемотаю, вам не обязательно посмотреть. Я давно хотела эту машину заполучить. Там машины 3, которые действительно мне хотелось откатить, отвезти к нам в логово, в наше убежище. Это одна из тех машин, из-за которых я не ленюсь. Кстати, я забыла трофей взять, но и нахрен не нужен. Потому что, ну, блин, там несколько этих трофеев на капот я установила, нормальные они. Особо у меня не было интереса гоняться за ними. Там какие-то вроде бы трофеи добавляли улучшения, а потом я что-то считала, нет, там просто прекрасно. Да, такая узкая дорога. навестим тут. Кто здесь живет? Кто-то здесь должен быть. Может, здесь лон нарисован? Поэтому я решила сюда заглянуть, раз уж по пути. Наверное, красноглазые. Они как раз обитают в подвалах. Патрончики тут у вас притырил. Перед тут распушил. Павлин. Все, тайное логово перестало быть тайным. Завол какой-то. мыши исчат. Что? Что? Там был какой-то знак, когда мы прошлись. Там можно было взаимодействие использовать. И исчезла. Где-то вот здесь мы прошлись, и я удивилась. Думаю, как там мышь, что ли, пробежала? Наверное, скорее всего, я не заметила. С другой стороны обошли. По кругу мы могли с той стороны выйти, да? Здесь ничего нет. и там можем подняться. Из одного здания в другое попали. То есть, с одной стороны мы спустились, наберем воды. Заодно раз уже здесь как раз нам пригодится. Так, я уже прямиком в Гастаун мчусь. Мысленно, вправо, пока, но я уже там. Так, и сначала нам нужно... Где наша машина-то брошена? Вот это я припарковала, да. Так, и придется вам все показывать. То, что остановилось, лом собрать. Так, машину надо довести хотя бы наполовину целости, сохранности. нет, надо было вам меня заметить. Идите в баню. О, мне так нравится прикольная тачка. Так, все, у нас теперь есть крутая тачка. Я, кстати, сейчас ее возьму для интереса. Хочу взять эту тачку. Так, огненный налетчик. Дай ее берем. На этих машинах перемещаться нельзя или можно? Давайте проверю. Перемещайся. Ну, просто странно, если она носить в коллекции, почему бы не переместиться на этой тачке? Ну, бред же. Да, блин, такой облом. Да, что-то ты сегодня какая-то привередливая. Не строите такое у меня. Все, возмущаюсь и возмущаюсь. Так, что там, что там? Есть что для нас? Отвалилось? Улом? Нету. Нет, не улом, там личный облом. Так, поворот налево. Так, что здесь у нас такое? А, это трофей, который мы оставили в прошлый раз, да? А, ну, тогда по пути. Да, никак определиться не могу, что мне нужно-то. Как раз здесь мы тогда трофей-то не собрали, да? Величечный трофей. Так, ну, уходи давай. Эээ, зачем мне эта фигня? Нет, нафиг. Ну, ципед еще устанавливает мегапад. Понятно, не бросишь. На, я же тебе голову торву. Понятно. Пищади нашего друга. Ну, ну, лучше бы он все-таки наше поручение некачественно выполнял. друзей все-таки. За косяки мы прощаем. Они же тоже люди. Механик тоже человек. Хоть и немного треноват. так, вот оно. Здание с открытки. Здание, здание, здание с открытки. Не знаю. так, откроем здесь у нас контейнер, нужно вскрыть дверь. Так, место пожело и вот здесь нужно вскрыть дверь. Какая свалка. а, ну, конечно. Почему все время я не понимаю? Цель же попадала. ну, че? так, вы и заставили меня врасплох. Пришлось. Выходи тогда из машины. Странно, ведь там была цель, когда я целилась с помощью грампона. Почему-то не понимаю. я почему он промахивается, если там цель была обведена. То есть не должно быть никаких косяков. Механисты. Наверное, не мы накосечили. Точно твои мысли заняты чем-то другим. Заклинатель. Заклинатель архангелов. Я его называю. Посмотрим, что вы тут припрятали от нас. Посмотрим, посмотрим. Патроны, бензин. Особенно. Канистра какая-то, наверное. в единственном экземпляре. Ну, тогда заправь машинку. Что здесь взрывать надо? Ой, как быстро у нас бензинчик что-то израсходуется теперь. Израсходовался. Расходуется. Поехали дальше. Здание на картинке. Здесь что-то особо ничего не отмечено. Маршрут конвоя видишь в темнешую колею. Это наверняка конвоя. Я в бане вас. Мы как-то между делом попали. Еще на один маршрут конвоя. Взорвали эту машину. с горючим. Хорошо, что мне не приходится снайпер-снайпер и лом. Я думала промахнусь. Но все же в яблочко. Потому что как-то не до конца машину остановила. Ну как мы тут по дороге тут сейчас соберем что-нибудь интересное. Кто смеет вторгаться сюда? Зачем спрашивала если в принципе ты не узнал кто вторгся сюда? Перед смертью может и узнал нас по автопортрету. Нет у вас случайно в нашей фотографии этот автограф можно было оставить. на будущее для других помощников шлема что это означает? Сердечко и и заботливые руки добра и счастья вам. Мы с нашим малюткой будем жить жизнью полное путешествие любви вкусной еды и приключения любви. Когда это было сейчас скажет макс любовь не спасает мир. Это специально в играх такую хрень подсовывают комментарии эти дурацкие под фотографиями. Как будто вы пробовали жить в любви чтобы спасти мир любовью. Понятно ни один человек это сделать должен на каждой в душе себя по отношению к себе и к окружающему миру и к людям. Если создавать технологии и все технологии тратить на войну еще бы любовь спасла мир. Давайте еще в любви воевать сейчас скажем что-нибудь такое подобные бредовые комментарии. Любовь не спасает мир. Потому что вы забили на любовь и срали вы на любовь сверху. Поэтому отношение к этому такое же скептичное. Куда я тачку припарковала? Люди не любят себя и любят окружающих по своей темной душе равняют всех людей. Конечно светлых душ намного меньше осталось у добрых людей. Это даже соотношение не 50 на 50 а может даже не на 30 на 70. Но все же как говорится все мы ошибаемся и даже те кто упал не очень хорошо и иногда очень очень плохо. Все равно у многих из них до сих пор скажем тлеет добрая сторона. Просто они думают что они не выживут если примут эту сторону. Потому что мир диктует правила выживания совсем другие. Люди живут чужой жизнью смотрят на другую жизнь свою жизнь. не любят и не хотят ее улучшать потому что этот мир не так прост даже если просто захотелось не мы устанавливали правила я согласна но мы привели этот мир к тому что сейчас видим перед собой почему человек не доверяет другим потому что он сам в первую очередь не будет говорить правду другим он в первую очередь очень часто скорее всего обманывает других в угоду себе зависит от его работы скорее всего кто занимается бизнесом вообще любой работы распространением рекламы продвижение своего магазина неважно везде все равно такие уловки для того чтобы привлечь клиента везде какая-то обманка по чуть-чуть каждый придирает этот мир и держится на этом поэтому он анализирует себя и сравнивает все по себе а некоторые люди еще более глобально это все делают у кого мега корпорации тот на деньгах делает деньги и не может остановиться обман на обмане хоть один из этих директоров мега корпорации кто продуктами занимается или еще что-то жрет думаете эту херь в магазинах он просроченную которая намеренно продают потому что у них будут убытки переклеивают этикетки чтобы задешево продавать думаете ой там супер скидки ой акция да ему нужно наоборот продать эту хлятину когда там срок годности истекает за сутки некоторые так и закупаются продуктами трудно говорить в магазина и даже тут ревизоры если взять что они раскрывают типа такие вещи как неправильное хранение продуктов нестерильность нечистоплотность просроченные продукты и что они готовят и какими руками они нам готовят опять же если взять продюсеров и тот кто создал этот проект они это сделали в первую очередь для себя а не для людей потому что им нужно шоу им нужно зрелище чтобы люди прилипшие к телевизору смотрели на это но есть плюс конечно хорошо некоторые вещи там даже более чем утрированы на самом деле дико и это самая женщина которая ведет Елена Летучая говорит что не ходит больше в эти кафе и суши не ест потому что как они там это все готовят кто не захочет после этого питаться и зная все равно мы все это съедаем это касается и масс-феди и продуктового бизнеса и медицины в любом виде сколько мы лекарств не едим а все равно болеем и пять процентов из ста задумаются о том почему так происходит заблокировала боль она снова приходит к себе не уж так непонятно что что образ жизни нужно изменить но конечно не только образ жизни мир он сплошной химикат и как говорится доброта она быстрее влечива человека а в злости человек очень долго поправляется так всегда не хотела не хотела говорить ни на какую такую тему и начала говорить все больше не говорю в баню все эти темы я больше на такие темы не буду говорить вот здесь у вас какой-то тайничок прятанный специально для меня так как-то получилось что мы тут едим заправляемся здоровьем а тут кто-то нас поджидал вовремя успели бешеного заточкой загасить все я с вами не буду больше церемониться мы в Гастаун отправимся сейчас вот только нужно активировать этот район лично так наобещаю наговорю как мне подкидывают этих второстепенных заданий подкидывают собирал Кетя все никак не могу закончить эту игру так так на той стороне что у нас что-то интересное чтобы там не было все равно и сюда перейду зачем спрашивали даже сидеть место место пожилые бы не было так здесь мост это наталкивает на то что нужно перейти можете проверить что значит любопытство не знаю хорошо это или плохо иногда может хорошо иногда можно добавить неприятностей в жизнь по-разному бывает зависит как смотреть на что-то с какого ракурса вы эти хорошие может стать плохим и следить употребляйте как-то не знаю не принимать своей жизни не использую свою жизнь не знаю хорошая ну например вы хотите сделать для человека что-то хорошее мы этого не нужно для него это нехорошая просто ненужная вещь помощи или еще что-то в его жизни она никак не улучшит как он будет считать обстоятельства и не улучшить его жизнь если вы навязываете свою помощь поэтому навязывание помощи не есть благо как я уже говорила поэтому сначала лучше узнать нужна ли помощь человек а то потом вам дадут запомните мои слова и конечно если человек лежит на улице и видно что с ним что-то произошло скорее всего и у него не нужно спрашивать чтобы вызвать скорую помощь он скорая помощь уже разберется вот но я говорю о другой ситуации когда мы своим друзьям знакомым пытаемся навязать помощь у них знаете все под контролем даже если со стороны выглядит что это не под контролем даже если они садом азахеста и понимаете это не жизнь поэтому лучше узнать издалека что потом не быть виноватым еще в том что вы помогли и ухудшили жизнь человека дабы думая что улучшите как-то нужно опустить это дело но как приближается так и свалит буря 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 вот я сколько раз замечала когда я пункт разведки наведываюсь постоянно буря приближается почему фонарь не горит херово горит я не нашла вот этот вот механизм который отвечает за то чтобы а вот вот нашла если я отсюда выберусь куда меня с помощью этой буря закатила а вот так но нифига подобного херовенько он здесь не разбегается все теперь полетели вроде ничего не записала уже 40 минут как такое может быть быстро летит время узкогория я думаю что у меня есть лагерь с нефтяными насосами пятого уровня мощный пугало лагерь главаря мощный пугало мы наверно сейчас в лагерь главаря первым делом потому что нужно их уничтожать здесь конечно все нужно уничтожать здесь но это важнее укрепленные пугало как навыки всего снайпер привалочный пункт все пятого уровня ну понятно мы гастауну приближаемся вычихать я чего хотела это ничего не хотели это я про себя ну ладно тогда отправляемся в главарю первым делом я туда отправляюсь ну можем прочитать вот у нас есть биография сакагория сакагория является собой потрясающее является собой потрясающее зрелище даже в это трагическое время величественные красные горы напоминают о том какой раньше была земля да я что-то задумалась и зависла в воздухе а нам же нужно приземляться пойдем спасать механика или не нужно его спасать как нам заполучить те патроны и еще лестница наверх а здесь есть лестница но как же так как нужно забраться наверх лестницы здесь нет но я не допрыгнула нужно ломать голову как это сделать сначала до информатора давно уже кстати хотела доехать и потом вот сюда в лагерь главаря капля ой там конвой едет я не буду их догонять не хочу а напрямую ты маршрут нам не мог проложить? думаешь не проедем никак что ли? почему ты такой объезд мне тут нарисовал? вот сто лет объезжать снайпер 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 Сохранение Ну как мы будем разбираться с этим по уголам, так? Посмотрели, посмотрели и уехали. Кто тут чего такое делает? Что тут происходит? Ну почему-то решили не останавливаться. Поехали дальше. Полируй, полируй. Так, механик, мне надоело, что ты одно и то же говоришь. Давай смени пластинку. Потом мы-то думали, с тобой можно обо всём поговорить, а обо всём это об одном и том же. Здесь ещё и место поживое. Заодно и два дела сделаем. Так, конечно, не было у меня цели уж прямо просто так ездить, лоб собирать. Вообще была цель проекты найти для красногласов. Просто так он не хотел собирать, он у нас сам добывается теперь в том счёт. Вообще нахлагерей союзной силы сами потихонечку добавляют нам лома. Поэтому я как-то сейчас не особо парюсь. Пока мы тут едем по пустыне, всё само собой и находится. Не так быстро, как если это будем делать с вами. Ну, хотя бы так. Так. Тогда проблема. А, нет, не проблема. Нужно залезть. Далекое прошлое какая-то. Свадьба у кого-то. Свадьба Джейла и Эвана. Помнишь, детка как-то наклюкалась, села на торт и получила оплюха от брата. Джейла, славно погуляли. Говорят, свадьба не свадьба без драки. Я этого не понимаю. Кажется, я тоже женился или нет. Ну, он так говорит, потому что мы сами не знаем, что с его семьей, что с его женой. Поэтому не нам говорить, кажется тебе или нет. Может и кажется. Ну, судя по рассказам и общению даже с этим грифом, семья у него была реальная. Так, здесь у нас информатор. Ну, ты меня если хочешь, мне все равно. Но мы все и так умрем. Это помойка жаждет крови лорд-члем. И хозяин приказал ему истребить всех, кто здесь живет у нас. Очень мало времени хочет поделиться с тобой этим добром. Тогда нам нужно срочно исправлять положение этих мест и пустыни. Нужно уже дать хорошего леща члему. Ну, это мягко сказано. Если мы топором голову не разрубили, я не знаю, что нужно сделать. Уронить на него кита. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Это он какой-то не умирающий за шлем. Может, там черная магия какая-нибудь, видимо, поддерживает жить в нем. А он уже мертвец. А, ну как у нас дела-то? Слава, слава. Нам Гриффу не зачем ехать.